Весна на излете готовится уступить черед лету, но это не несет обычной радости, потому что с осени вынашиваемые планы дальних странствий оказались на помойке вместе с использованными масками, перчатками и другими одноразовыми средствами, употребление которых наверняка значительно возросло в последние три месяца. Но окончательный эффект их использования, компенсирующий убыль населения от вируса, станет ясен лишь ближе к новому году. При сохранении оккупационного режима, установленного фельдмаршалом ковидом по миру, способы освободиться из его плена и пуститься во все тяжкие обычных летних путешествий пока не просматриваются. Надежды в этом смысле с каждым днем представляются все более иллюзорными, и даже всегда оказавшаяся за ближайшим углом Америка, с учетом происходящих там тектонических сдвигов, выглядит не более доступной, чем Северная Корея. Глядя на разгул эмоций в Штатах, невозможно не думать о черном лебеде, прилетевшем в супердержаву, как привет от всех жертв, всех цветных революций по миру. В итоге этих грустных гео- и вирусологических размышлений, единственное, что все еще остается в пределах достигаемости, давно откладываемое в ящик ближнее и средней дальности округа, не выходящее за пределы провинции в границах второй по территории страны на глобусе. И проще всего начать с непосредственно прилегающих к дому пределов, очерченных границами города проживания. Короче, за руль и, как говорил друг молодости, вперед и вверх. А в этом случае буквально. После восьми недель ограничений, хотя и символических для меня, когда каждый день эти круги нарезались, чтобы попасть к месту службы, относящейся к существенным по определению властей, что может внушать больше оптимизм, чем прокатиться и прогуляться по улицам, казалось бы, хорошо знакомого города. Маршрут предполагается самый бесхитростный, по главной улице Торонто, которая называется Янг, вниз до ее начала у озера, наиболее известных в литературе приключений Онтарио. Выезжая со двора, укрытого в паре 100 метров от Янга, сверимся с указаниями GPS, который сообщает, что дом номер один по улице Янг находится на расстоянии 16 километров и 24 минут автомобильного хода при текущей транспортной загрузке, в соответствующей девятой неделе режима ограничений и введенных властями. В этом районе, который называется Северный Йорк, улица самая широкая на всем ее протяжении, в основном из-за того, что развитие здесь происходило в поздние 80-е, с пониманием грядущей урбанизации и связанных с ней требований. Но поселение здесь существовало с поздних 20-х прошлого века, и кое-какие строения, относящиеся к послевоенным, еще сохраняются. Это единственное, что визуально связывает эти местные черемушки с прошлым и с частью города у озера, которое традиционно называется даунтауном. Сегодня в Северном Йорке проживает около миллиона жителей, 45% из которых принадлежат европейцам, 35% азиаты, 5% черных и меньше процента аборигенов, типа иракезов и прочих менее известных племен. Большая доля иммигрантов из бывшего союза, которых здесь все обидно для них называют русскими, как раз живет в Северном Йорке, но не все, естественно. Организованной общины нет, я думаю, потому что за годы советской власти люди устали участвовать в непрерывных мероприятиях и организациях и хотят быть просто сами по себе. Какое-то время существовал не вполне оправданный рекорд, записанный у Гиннеса, о якобы длине улицы равной на 1896 километров. Была даже репродукция на асфальте в Даунтауне, посвященная этому, но каким-то образом этот миф оказался развенчан и предмет всемирной гордости испарился вместе с ее отображением на тротуаре. Правда номера, присвоенные всем большим улицам на карте, от этого не изменились и Янг по-прежнему является дорогой номер один. Она имеет и другую замечательную особенность, разделя город по вертикали на две части, как бы являясь его хребтом. И поперечные улицы, пересекая Янг, сохраняют название, лишь добавляя к нему горизонтальные стороны света. Финч Ист или Шепард Вест и наоборот. Головная боль для всех вновь прибывших, но быстро проходит, буквально после второй-третьей ошибки. Это Мидтаун, срединный город с объектами коммерции на фасаде и среднего уровня жилья по обе стороны. Название улицы дал тогдашний губернатор Верхней Канады генерал Джон Симко в честь своего друга Джорджа Янга, который был экспертом по дорогам Древнего Рима. Было это еще до наполеоновских войн, и нет смысла рассматривать моральный аспект или подозревать кумовщину с позиций сегодняшних нравов и представления о добре и зле. Они сильно изменились и современные либеральные стандарты, тоталитарно задвигаемые в медийном пространстве, порой вызывают отрек и бурное внутреннее негодование, смешанное с чувством неловкости и исторической несправедливости перед лидерами прошлого и другими его символами, на самом деле ничего по сути не определяющими в современной жизни. В общем, как долго эта улица будет сохранять свое название, зависит только от того, что и когда накопают про Джона и Джорджа современные лидеры различных неиспровергающих общественных движений. Что же касается опыта строительства дорог, из-за климата местного, отличного от Рима и древнего, и современного, покрытие их требует постоянного ухода, восстановления и другого внимания из-за весенних перепадов температур днем и ночью. Впоследствии этого простого физического процесса в отношении воды, меняющей агрегатное состояние, всем известны не столько из школьной физики, сколько из опыта автовождения в странах, значительно дальше, чем Италия, удаленных от экватора. В 1834-м, когда из поселения Йорк официально образовался город Торонто, в нем проживало 9000 жителей. Сегодня их около 6 миллионов. Первая большая волна прироста населения случилась во времена большого ирландского голода, когда болезнь картофеля уничтожила половину урожая и вынудила около полумиллиона ирландцев переместиться через океан в середине XIX века. В начале XX к ним присоединились другие европейцы, включая русских, украинцев, евреев, а позднее и волны с Ближнего и Дальнего Востока и со всех остальных континентов. Процесс не останавливается, и население города увеличивается на 60-80 тысяч человек ежегодно, в результате чего в 2013-м году Торонто отобрал у Чикаго почетное четвертое место в Северной Америке. Говорящих по-французски в Торонто можно найти только во всех представительствах государства и на его веб-сайтах, так как двуязычие и дотации – основа для удержания Квебека в рамках Канады 1969 года. Кроме госслужащих в офисах, французские являются обиходным для около 20% населения страны. Кроме Квебека им пользуются жители Нового Брандсуика и некоторые племена на Юконе и северных территориях. Пресечение с улицей Блур, названной по имени Дилавелла, проразвивавшего этот район в середине XIX века, знаменует начало даунтауна. Здесь же 95 лет назад был установлен первый светофор. Под Блуром проходит и поперечная ветка метро, пересекающая ту, что практически параллельно Янгу пролегает на мелкой глубине, соединяя Норс-Йорк и даунтаун. Начиная с 54-го, всего-то построено 75 станций, что в два раза меньше, чем в том же Чикаго. От улицы Уэллсти налево в одном квартале расположен ЛГБТ-рай, в смысле район, а направо Квинс-парк, где находится парламент Онтарио. На случайности соседства каждый может судить в соответствии с прямотой своих взглядов. Высказывать их несколько рискованно, потому что они могут не совпадать с линией, добровольно навязываемой корпоративными медиа и примкнувшими к ним соцсетями. Впоследствии такие же, как во времена маккартизма или большевизма. Если не в курсе, изучите вопрос, прежде чем делиться своим мнением. Невзирая на ограничения такого рода, во многих других аспектах, жизнь Торонто устроена так, что она кажется вполне привлекательной для значительной доли иммигрантов в страну, что ведет к постоянному и растущему спросу на недвижимость и недавнего времени на коммерческую тоже. Поэтому масштабы строительства в городе самые передовые во всей Северной Америке. Кстати, это местная Таймс-сквер, по-канадски Дандас. По количеству башенных кранов за Торонто закрепилось устойчивое первое место на протяжении нескольких лет. В прошлом году их было 120, что больше, чем Нью-Йорки, Лос-Анджелеси, Сиэтли и Бостоне вместе взятых. Я надеюсь, никто не впал в заблуждение относительно скорости, с которой мое авто перемещалось по городу. Если вы вдруг сбились со счета, то только что был 59-й светофор по дороге. Кажется, я поймал половину из них. Ну и стандартное ограничение в пределах города 50 км в час, местами 40. За превышение между 10 и 15-ми обычно не трогают. Вот я около 60 и ехал. А чтобы вас не извести за 40 минут пути, и чтобы смена видов за лобовым стеклом приобрела некоторую динамичность, я прикрутил скорость воспроизведения слегка. Через пару-тройку светофоров Ян купрется в озеро, и экспресс-знакомство на колесах с главной улицей Торонто подойдет к концу. Полученное впечатление, скорее всего, будет не очень ясным, и даст только определенное представление именно с водительского сидения. Это и все, на что я рассчитывал. Эта часть города значительно изменилась за последние два десятилетия, решительно выдавив из себя остатки промышленных предприятий, эмигрировавших в Китай и прочую Азию, и освободив площадки для строительства жилья в высотках вдоль озера и в ближайшем к нему поясе. Традиционный идеал в виде дома на участке земли кажется задвигается техническим и общественным прогрессом на задворке сознания, представлении ценностей жизни, и теряет привлекательность для рожденных в конце прошлого века, которых называют миллениалами. Они предпочитают жить рядом с работой, не париться в пробках, передвигаться по району их интересов пешком или на скутере, а в крайнем случае на убере, и больше времени после работы проводить в самосовершенствовании, прогулках, общении и удовольствиях, чем занимаясь домашним хозяйством, деторождением и другими формами постбуржуазного процветания. Еще в конце прошлого года Google собирался открыть свое подразделение примерно в этом районе с целью строительства нового города будущего Smart City, в котором будут экологически безупречные здания, использующие всевозможные датчики и беспроводные технологии для оптимизации энергопотребления и сокращения карбонового следа. Там предполагались разные навороты и примочки, способствующие подозрениям ретрограда сбору больших данных, утере персональных, растворению личной идентичности и просто чипованию по теории известного и талантливого режиссера, слившегося в неталантливого пропагандиста. К разочарованию оптимистов и радости пессимистов проект закрылся несколько недель назад в связи с его финансовой несостоятельностью на фоне экономической пандемии и прочей оппозиции. Интересно, что имя руководителя проекта, Дэн Докторов, однозначно указывает на его корни, хотя не отвечает, почему же он, как потомок Докторов, не смог спасти проект от напасти. Остается несколько кварталов до места, с которыми я собираюсь продолжить пешую часть сегодняшнего маршрута. Оно называется площадь Натана Филиппа и примечательно тем, что на ней, в тени раскинувшего крылья сити-холла, проходят все большие городские публичные мероприятия, фестивали и концерты, включая такую мимолетность, как новогодний отсчет. Сейчас та площадь малолюдна, скорее всего, но не выйдя на поверхность, об этом можно только гадать. Поэтому лозунг о киностарте «Вперед и вверх». Ну а вы смотрите. Если есть интерес, присоединяйтесь.